Трудовые мигранты из Центральной Азии в России столкнулись с новыми вызовами. Теперь сотрудники ФСБ требуют от них доносить на своих земляков. Уроженцы Таджикистана Ширинджона Каландарова остановили у входа в метро двое мужчин в гражданской форме одежды. Они представились сотрудниками ФСБ России, проверили документы и содержимое его мобильного телефона. У меня документы были в порядке, не нашли ничего криминального и в мобильном телефоне. После этого они отвели меня в укромное место, записали номер телефона и сказали, что я отныне должен им сообщить о всех подозрительных земляках-мигрантах. Будешь доносить и деньги получишь, сказали они. Когда я отказался, они перешли к угрозам и дали мне неделю на размышления над их предложением, говорит Ширинджон. Вечером, когда он рассказал своим землякам о случившемся, оказалось, что такая история произошла и не только с ним. Карим Джон Йоров, глава организации ЭТМОС в Москве, говорит, что сотрудники ФСБ часто угрожают депортацией мигрантам, которые не соглашаются доносить на своих земляков. Сейчас нужно сказать. По словам экспертов, вербовка мигрантов российскими спецслужбами практикуется уже давно. Но после задержания 14 августа группы подозреваемых в подготовке якобы теракта в московском регионе она значительно усилилась. Напомним, что 14 августа по сфабрикованному обвинению в подготовке теракта была задержана группа лиц, трое из которых Сиевуши Даврон Зода, Давлатер Хаджиев и Сулеймон Бурхонов являются гражданами Таджикистана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok